Всем привет! Сегодня будем делать классическую зеркальную глазурь. Для начала замачиваем желатин в холодной воде. Можно брать листовой желатин, его нужно будет отрезать необходимое количество, либо порошковый. Порошковый желатин, как правило, замачиваем 1 к 6, то есть, например, на 10 грамм желатина мы добавляем 60 грамм воды и прямо вместе с этой водой выливаем куда нам нужно. Листовой желатин мы замачиваем в холодной воде, затем отжимаем и уже используем. В сотейнике смешиваем сахар, глюкозный сироп и воду. Глюкозный сироп можно заменить на инвертный, а также можно заменить на жидкий мед, но учтите то, что привкус меда будет присутствовать. Ставим на средний огонь, периодически помешиваем и варим до температуры 103 градуса. Если нет термометра, то ориентируйтесь примерно на тот момент, когда сироп уже начинает активно кипеть. В чашу для блендера насыпаем шоколад, можно использовать как белый, так молочный и черный, в зависимости от того, будете ли вы его окрашивать или нет. Далее выливаем сгущенку, берите ее хорошего качества, без всяких примесей. Набухший желатин распускаем в микроволновке, чтобы он полностью разошелся. Если используете листовой, то его можно сразу кидать, не распуская. Также добавляем желатин в чашу блендера и сверху наливаем горячий сироп. Также я добавлю диоксид титана, это белый порошковый краситель. Он придаст глазури плотность и она не будет просвечивать. Количество диоксида титана регулируйте самостоятельно, в зависимости от того, насколько белый цвет хотите получить. Купить его можно в любом кондитерском магазине. Глазурь обязательно пробиваем с помощью блендера. Около 3-4 минут. Делаем это не на большой скорости и блендер держим под небольшим углом, чтобы было как можно меньше пузырей. Но даже если у вас появились небольшие пузыри, то это можно исправить, процедив глазурь через мелкое сито. Если хотите окрасить глазурь в несколько разных цветов, то после того, как хорошо пробили ее блендером, разливаем по стаканам и окрашиваем отдельно. Красители можно использовать любые, как жирорастворимые, так и водорастворимые, порошковые, гелевые, без разницы. Процеживаем глазурь через мелкое сито. При необходимости можно повторить это несколько раз. Затем накрываем пленкой в контакт и остужаем до рабочей температуры. Рабочая температура глазури 35 градусов. Если нет термометра, то это примерно температура тела. То есть, когда вы докасаетесь до глазури, вы не должны чувствовать ни тепло, ни холод. Чтобы глазурь хорошо схватилась и равномерно легла изделие, должно быть замороженным. После того, как приготовили глазурь, не обязательно оставлять ее в холодильнике на 12 часов. Можно использовать сразу, опустив до нужной температуры. Также ее можно использовать повторно, хранится она в холодильнике до месяца и нужно ее накрывать пленкой в контакт. После того, как покрыли изделие зеркальной глазурью, хранить его нужно в холодильнике. Если замораживать, то блеск может потеряться. Глазурь по вкусу очень сладкая, но так как она ложится на изделие тонким слоем, то этого сильно не ощущается. Она не должна быть по консистенции как желе, а должна быть липкая и такая слегка тягучая. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам полезным.